А перед просмотром этого видео всем рекомендую подписаться на канал Дневник Кима о бизнесе с Китаем и о том, как найти работу и просто веселые моменты среди китайцев. Также вы увидите РУФ по самым высоким зданиям. Подписывайтесь на канал и Ким вам покажет реальные сделки на фабриках о том, как он строит свой бизнес с Китаем и тем более у него еще есть своя компания логистики. В общем, ссылка в описании, переходите и подписывайтесь. Всем привет, с вами Павел Багрянцев. Это рубрика от сердца. Никакого монтажа, никакого пафоса, размышления и полная импровизация. И сегодня мы с вами поговорим о том, как научиться говорить, как я. И хочу перед этим сказать, во-первых, что я говорю далеко не идеально. У меня есть речевые ошибки, плохие речевые обороты. Я иногда могу называть неправильное ударение. Я далеко не идеален. Даже если вам кажется, что я как-то свободно, легко говорю на любые темы, все равно у меня встречается множество ошибок. Но при этом это не помешало мне работать на телевидении, вести мероприятия на 50 тысяч человек алые паруса в Санкт-Петербурге и провести сотни мероприятий, получив просто восторженные отзывы. То есть некая обратная связь. В чем секрет? Как научиться говорить, как Павел Багрянцев? Что он делает такого? Я пересмотрел все уроки по ораторскому мастерству, но так ничему и не научился. Это будет не урок в этом видео, это будет просто небольшой рассказ о моем пути. Как я овладел свободой речи и полной импровизацией. И для этого я вам расскажу несколько случаев. Первый случай это не жизненный, первый случай это пример. Если считать, что любой навык рождается с помощью какого-либо опыта, ну например, чтобы научиться говорить, надо много говорить, надо общаться с людьми. В принципе да, но есть маленькое противоречие. Если бы легкое говорение появлялось бы просто за счет общения, то бабушки у подъезда на скамеечке, которые общаются круглыми сутками, они были бы лучшими ораторами. Но почему-то они не лучшие ораторы и они далеко не самые лучшие коммуникаторы. Почему? Потому что это зона комфорта. Обучаться чему-либо нужно в зоне дискомфорта. Что мне помогло научиться так импровизировать? Хорошо, я отвечу. Первое. Я... Опять слово я. Это мое слово паразит. И я хочу этим подчеркнуть, что у меня далеко не идеальная речь. И вообще я сомневаюсь, стоит ли на меня равняться. Но тем не менее. Когда я начал вести мероприятия различные, еще в студенчестве, корпоративы, свадьбы, работал много на сцене, проводил праздники, то очень часто возникали случаи, когда артисты не выходят, когда что-то идет не так, и когда тебе просто нужно тянуть время. Говорить ни о чем. Вот тянуть время и все. Паш, делай что хочешь. Ты должен сейчас находиться на сцене 10 минут. Что ты будешь делать, я не знаю. К таким событиям обычно не готовятся, которые происходили у меня в жизни. И поэтому мне приходилось на сцене стоять и в голове что-то придумывать. Придумывать какое-то общение. Задавать вопросы. Задавать какую-то тему для рассуждений. Самому на это отвечать и вещать на весь зал. Сначала это было очень коряво. Сначала я запинался. Люди видели, что что-то не так. Но однажды, когда я выступал в Крокус Сити Холле, который находится в Москве, это лучший концертный зал страны. Передо мной тысячи людей. И возникла ситуация, что я должен был объявлять Тимура Родригеса. И он в гримерке задерживался на 15 минут. И мне говорят, Паш, нету, что-то делайте. У меня была замечательная соведущая на сцене. А я уже готов к таким ситуациям. Ну то есть я не прописывал в сценарии, что такое будет. Но внутренне готов, уже был опыт. Я просто начал общаться с залом. Я начал вести какой-то диалог. Люди заметили, что что-то не так. Но они оценили то, что ведущий не сдрефил, не запнулся. А просто уверенно начал как-то взаимодействовать с аудиторией. Поэтому как этот навык у меня появился, так я овладел навыком импровизации. Это первый способ, благодаря чему я им овладел. А есть еще импровизация перед камерой. То есть перед людьми, перед аудиторией импровизировать проще. Потому что постоянно есть обратная связь. А вот перед камерой, без подготовки рассуждать на какую-то тему, как это делаю я сейчас. Для этого нужен навык. Первые свои видео для ютуба я начал записывать два с половиной года назад. Это были видео уроки по ораторскому мастерству. Тогда у меня не было еще штатива. Я свой пятый айфон приклеивал к стремянке. И записывал видео. Возможно вы видели в пабликах, вконтакте. И самые мои первые видео по ораторскому мастерству. У меня еще стенка гуляла. Кто-то говорил, что она куриная стена. И я записывал видео с десятого, с пятнадцатого раза. Я все время сбивался. Я не писал никакие сценарии. Я постоянно сбивался. У меня не получалось. И наверное месяц или два мне потребовалось для того, чтобы научиться собирать мысли воедино сразу, моментально. То есть если просто человеку нужно выступить перед камерой, что-то сказать, ему нужно настроиться, продумать слова. А я этот этап уже прошел. Я натренировался. Поставили камеру и сразу начать говорить на любую тему. Коммуницировать, взаимодействовать. Мне на это потребовалось примерно месяца два. Но потом, через два месяца, я смог со второго, с третьего, с четвертого раза произносить какие-то речи без остановки. Потом, через полгода, я научился это делать с первого раза. И то до сих пор иногда получается, что я не могу с первого раза сказать, я что-то переписываю, либо что-то вырезаю. Но в принципе полностью импровизация на камеру, я ее освоил. Соответственно, то же самое и на сцене. Вывод первый. Если хотите научиться так говорить, вы так научитесь только в зоне дискомфорта. Там, где вам неудобно, там, где вам страшно, это какие-то выступления, собрания, проведение мероприятий. В общем, все, что вас пугает. Только когда там вы начинаете глаголить что-либо, там идет рост. Если вы там научились глаголить с подготовкой по сценарию, это значит, что в жизни вы сможете круто общаться, но вам нужна будет структура. Если вы научились вещать публично без подготовки, импровизируя, как я, это значит, что и в жизни вы сможете также импровизировать. Поэтому у меня это был долгий путь. Я все время искал поводы для публичных выступлений. И отчасти для меня YouTube это хорошая практика поддерживать этот навык, потому что сейчас на сцене я выступаю крайне редко, ну раз, два в месяц. А видео я записываю практически каждый день. Тем самым я поддерживаю свой навык. Что касательно красноречия. Я не красноречив, но словарный запас и красноречие очень хорошо развивает чтение книг. Но если вы не практикуете публичные выступления, то вам чтение книг не поможет. Вам нужно параллельно и практиковать какую-либо публичную речь, пусть даже это будет перед видео, перед камерой, и параллельно читать. Тогда все, что вы читаете, у вас будет откладываться новый словарный запас, новые обороты. Это могут быть не только с книги, это могут быть статьи, какие-то материалы, вырезки из газет. Самое главное, получение какой-либо печатной информации в печатном виде из внешнего мира. А какие будут источники, это уже не принципиально. Следующее. Я раньше в школе вообще не умел выступать публично. И когда учителя меня в институте пригласили провести урок для школьников, они были удивлены, как я научился выступать. Все просто. Я в институте начал участвовать в собраниях, в заседаниях, играть в КВН. Началась общественная жизнь. Это все была зона дискомфорта. Все для меня было в новинку. Выйти на каком-то симпозиуме и сказать что-то от имени студентов. Это все в новинку, это все преодоление. Так появлялся рост. Поэтому, когда меня спрашивают, Павел, вы так говорите легко, вы так рассуждаете, очень просто, без подготовки. Это круто. Я хочу так же. Но я к этому шел, друзья, более 10 лет. И это было частью моей жизни. Поэтому нету какой-то техники, которую вот я вам дам. Вы будете ее дома как-то строчить, проговаривать. И у вас все получится. Я просто смог внедрить это в свою жизнь. Общение, публичное общение, это часть моей жизни. И поэтому мне не нужно дома сидеть, специально тренироваться. Я не делаю никаких специальных упражнений по риторике. Не пользуюсь никакими методиками. Я ничем этим не пользуюсь. Все родилось само, в процессе. Хотя я знаю, что в публичных выступлениях, когда я провожу свои семинары, я тоже даю какие-то техники, чтобы что-то ускорить, чтобы человеку что-то понять. Потому что у людей нету 5, 7, 10 лет, чтобы этому учиться. Надо быстрее. Поэтому я иногда даю какие-то наставления. Но вы же внутри, кто из вас меня спрашивал, вы же имеете вопрос, как научиться говорить, как Павел Багрянцев. Вот вам, пожалуйста. Поэтому я надеюсь, что у вас возникло понимание, как это делать. И опять же, что значит любое преодоление? Я когда-то занимался холодными контактами на улице, когда я работал в прямых продажах. Я подходил на улице к людям, начинал общаться. Это очень тяжело, язык запинается. Я в молодости знакомился с девушками. Да, там, когда на дне первокурсника, в каком-то клубе, еще что-то, ты знакомишься, ты общаешься. Это преодоление. То есть преодоление может быть не только публичное, а преодоление может быть еще в социуме один на один. Главное, чтобы вам в этот момент было тяжело. Вот если вам тяжело, вы тренируетесь. Если вам уже легко, у вас тренировки нет. Поэтому мотайте на ус, ставьте лайк, если вы для себя вынесли что-то полезное. Оставляйте ваши комментарии. Можете посмотреть мой целый мини-курс по этой ссылке, по ораторскому мастерству. У меня есть целый большой плейлист, где я говорю какие-то фишки, методики, которые у меня родились сами собой. Хотя оказалось, что это уже есть, это придумано. Но, тем не менее, я считаю, что это будет достаточно эффективно. Процветание вам и смелости в общении. С вами был Павел Багрянцев. Всем пока. А теперь я рекомендую посмотреть видео, как развить сексуальный голос и как повысить свой авторитет. Жми на экран, либо ссылки на видео в описании.